Мальчик со шпагой. А кто написал? Володец, лапка, пипи. Каждый день по расписанию чтение. У Вова и Толи дома большая коллекция книг. Но чтобы заняться любимым делом, пройти придется главное испытание – добраться до стеллажей. Ходить мальчики не могут, только ползти. Были времена, когда он много ходил на коленях. Сейчас вот такой возраст, что маленький откат. Сейчас можем только постоять. На плечи мамы легла практически непосильная ноша. В семье Кузьминых трое детей. У всех диагноз – ДЦП. И за каждым нужен уход. Массаж, реабилитация, прогулки. Между собой они очень дружны, общаются. Если кого-то не о том по какой-то причине, они постоянно спрашивают, где, почему и когда вернется. Одних оставить невозможно, потому что не самостоятельные. На регулярный осмотр в больницу мальчики могут добраться только на специальных колясках. Прогулка на улице без них тоже невозможна. Сейчас мальчики выросли, им нужна новая коляска – двойная. Так как возить отдельно 16-летних мальчиков очень тяжело. Дети не ходят, практически без помощи не сидят, не встают. Вся проблема в том, что их двое – это двойняшки. И на каждого ребенка отдельно выделяется коляска. А для того, чтобы родителям с ними куда-то ездить, в реабилитационный центр или отдыхать, нужна коляска для детей-двойняшек. То есть объединенная коляска. Такие коляски не предусмотрены правилами, не предусмотрены законами. Двойная инвалидная коляска стоит 713 884 рубля. Сумма для семьи Кузьминых большая. Оба родителя не работают, ухаживают за детьми. Помочь можем мы с вами. Для этого нужно отправить СМС со словом «Дети» на номер 5542. Узнать больше можно на сайте нашей телерадиокомпании и Русфонда.